В средневековье сегодня игнорировать его нельзя. Защитники окружающей среды Александр Трунов и Сергей Объедков ведут борьбу с новыми мусорными пустырями вокруг Москвы. Они проверяют состояние места в 20 километрах к юго-востоку от Москвы, где 7 гектаров пустой муниципальной земли превратили в незаконную свалку. С сентября месяца 2010 года здесь начали сброс различного мусора, ТБО, строительных отходов. И вот до сегодняшнего времени получилось так, что 7 гектаров этой площади на высоту 5-7 метров завалено мусором. Свозить отходы сюда дешевле, чем на официальной свалке. А при отсутствии контроля здесь легко можно избавляться от токсичного и опасного мусора. Большинством таких свалок управляют преступные банды, которые получают деньги от своих клиентов. Чтобы организовать свалку, нужно всего лишь несколько бульдозеров, которые выкопают яму, и надежная защита. Свалка – это не просто неприятное зрелище. Она еще и опасна. Она содержит смесь химикатов, которые постоянно горят. Знойным летом 2010 года лесные пожары перекинулись на незаконные свалки вокруг Москвы, распространяя по городу ядовитый дым и превращая зеленую зону в обгорелую ядовитую пустошку. Ситуацию в Москве и Московской области можно назвать катастрофической. Московский регион занимает первое место в Европе по размеру свалок, как легальных, так и незаконных. Александр с Сергеем уверяют, что на большинстве незаконных свалок токсичные вещества попадают в воду и в землю. Эта свалка не исключение. По таблице цветности мы видим, что содержание аммония в воде в два раза превышает норму. Но одинокий сторож, похоже, понятия не имеет о том, что эта свалка незаконна или опасна. На смену, да? Работа в чем заключается? А работа в чем заключается? Мне сказали, что сюда будут привозить груз, а мне надо открывать локал. Мусор привозят каждый день. Меньше чем за месяц вот это все появилось здесь. Все это появилось здесь меньше, чем за месяц. Сегодняшний день не исключение. Приезжает грузовик с незаконным грузом. Сань, номера фиксируй, пожалуйста. Сань, номера фиксируй, пожалуйста. Ну прямо чуть-чуть, вот из-за уголка не развернулись. Ну прямо чуть-чуть вот из-за уголка не развернулись. Мы прибежали, а они уже уехали. Сергей сообщает номера местным властям. А что вы сказали, да, хорошо, у нас тоже есть учетная запись. Мне сказали, да, хорошо, у нас тоже есть учетная запись, и мы уже работаем по этой проблеме. Но, к сожалению, пока ничего не делается. С 4 на 7. Это свалка только вершина мусорного альсберга. Есть свалки, которые не могут найти даже Сергей с Александром, ведь они разбросаны по всей области. Для ребят это неравное сражение. Когда противники, безответственные бюрократы и незаконные предприниматели, единственное, на что им остается надеяться, хотя бы привлечь внимание к проблеме. Но Москве вгрожают не только незаконные свалки, даже легальные становятся мусорные катастрофы. Свалка в Некрасовке была закрыта 10 лет назад. Отходы замаскировали тонким слоем земли. Александр убежден, что свалка до сих пор опасна. Контроль того, что выбрасывалось на свалку в 90-е годы, когда эта свалка работала, велся не очень хорошо. Возможно, токсины до сих пор отравляют местность. Первые жители огромного дома, построенного по соседству, вот-вот въедут в свои квартиры. Александр рад, что его не оценили. Здесь, после того, как жил, будет втану в эксплуатацию... Когда все лицелюсти, здесь будет детская площадка. Не хотел бы, чтобы тут играли мои дети. Этот дом, вероятно, не единственный, который окажется на зараженной земле. Москва продолжает расширяться. Все больше людей хочет жить в столице, строятся новые районы, и часто они оказываются на местах бывших свалок. Заблудились! Заблудились. Даже следить за проблемой, оказывается, непросто. Сторож приходит прогнать защитников окружающей следы. Уважаемые, да. Вы на каком основании здесь находитесь? Это частная территория. Тут съемка запрещена. А как мы должны об этом узнать? Сергею с Александром приходится отступить. Но сражение с незаконным мусором еще не окончено. Москва, разбивающийся мегаполис, где капитализм создает ядовитую проблему отхода. С ней становится все труднее справляться старым способом. Строя прямо на мусоре. По мере расширения городу приходится сталкиваться с другим видом мусора. Таким, как истребители МИГ, медленно ржавеющие в пригороде Москвы. Когда-то здесь был аэродром, до того, как его поглотил росущий мегаполис. С советских времен в городе осталось еще много военного мусора. Журналист Павел Фельгенгауэр. Конечно, сказать, что Россия, Советская Россия, Советский Союз был готов к войне, это ничего не сказать. Эта страна была создана исключительно для войны. Темные секреты величин городов.